Шалом, друзья! Сегодня 26 число месяца Томуз. И мы продолжаем объяснять понятие Чува и Ло, Вычшая Чува. Как мы уже объясняли, корнем проблемы является эгоизм, чувство отдаленности от Творца. В этой проблеме мы не виноваты, так как не мы создавали мир. Всевышний создал мир таким образом, что мир чувствует себя отдельным от него. Даже сама душа, после того, как Творец вдохнул ее в нас, уже является отдельным существом. Существом, происходящим от Творца, но отдельным. Ощущение самого себя, чувство собственного существования является корнем проблемы. Грех — это не только восстание и невыполнение требований Творца. Заглянув глубже, мы увидим, что грех свидетельствует об упущении самого существенного. Человек не чувствует свою внутреннюю сущность. Он не ощущает, что является внутри единым с Творцом и поэтому грешит. В этом заключается ошибка, которой следует раскаяться. Сделать высшую Чуву означает подняться выше этого понимания. Пример этого чувства можно найти у людей, вернувшихся к соблюдению заповеди и гордящихся всем тем, что они оставили позади карьеру и так далее. Они сделали Всевышнему одолжение тем, что совершили Чуву. В отличие от них, есть люди, которые, кстати, бросили не меньшую карьеру, которым стыдно вспомнить о своем прошлом и о том, как они были далеки от Всевышнего. Эти люди не просят почести за то, что совершили Чуву. Наоборот, они чувствуют, что я вообще еще не совершил Чуву, лишь начал немного приближаться. У меня еще вся работа впереди. Хорошего дня, друзья. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok